Улица Юбилейная, центральная в городе Карасум. Здесь расположены многоэтажные дома. Этот жилой район называется рабочий городок. Однако здесь нет необходимых условий для проживания. Канализация отсутствует. При этом очень нелегко приходится пожилым людям и многодетным матерям. Здесь никогда не было водопровода и воды. Нам приходилось носить воду на третий этаж, а потом грязную воду опять выносить на улицу и выливать. Для 50 семей, которые проживают в одном доме, установлен один кран, откуда они берут питьевую воду. Во время чрезвычайных ситуаций горожане и вовсе остаются без воды на сутки, а то и больше. Водопровод, построенный в 1964 году, никогда не ремонтировался. Обновление городских объектов чистой воды началось недавно. Начали укреплять техническую базу госучреждений. Транспортные средства реализуются при поддержке международных банков. На первом этапе созданы условия для сотрудников. Проводится ремонт в зданиях и на предприятиях. Также сегодня уделяется особое внимание обновлению автопарка. Так приобретены новые автомобили. Большая часть средств будет предоставлена в виде безвозмездного гранта, а остальная часть в виде кредита на 15 лет под 1%. В настоящий момент завершается первый этап проекта. Мы обеспечиваем чистой питьевой водой население города. Раньше здесь были колодцы, которые установили частные компании. Все они относятся к нам. Согласно проекту, жители других сел, расположенных недалеко от города, тоже будут обеспечены чистой питьевой водой. Сейчас нужно проложить 5 километров канализационных труб. Для этого на втором этапе проекта будет построено хранилище сточных вод. Строительные работы начнутся в марте. Все необходимые материалы были закуплены в Чехии. В скором времени они будут доставлены в Кыргызстан. Проект стоимостью 300 тысяч евро рассчитан на 5 лет. Он реализуется в 3 этапа. 24 гектара земли из 100 гектаров, что перешли от узбекской стороны, будут переданы муниципальному предприятию Карасу Тазасу. Хорошо, что проблема решена. Созданы условия для начала реализации второго этапа. Сейчас на 24 гектарах земли будут построены отчистные сооружения. В связи с увеличением населения будут установлены дополнительные контейнеры. В муниципальном предприятии Карасу Тазасу зарегистрировано 12 тысяч абонентов. Потребность населения в чистой воде составляет 90%. Кундуз Кататаева, Мергуль Букошев, Акджелай Башев, Нуркас Абдрахманов, АЛАТО 24, Ожская область.